Я от дедушки ушел. Что не так с инаугурацией хозяина Кремля? Скольких сторонников потерял российский диктатор? Кто-то из них метит на его место, а может быть кто-то из них мечтает от него избавиться. И кто пытается продлить жизнь Владимиру Путину? Владимир Путин в пятый раз положил на Конституцию. Разумеется, свою руку. Правда, эта самая рука уже не такая твердая, как раньше. Да и очередная путинская инаугурация сильно отличалась от предыдущих церемоний. В этом выпуске проекта «Можем объяснить» мы расскажем, что не так с коронацией хозяина Кремля. И как Алина Кабаева стала новым символом Дня Победы. Итак, у России новый старый президент. Владимир Путин уже в пятый раз приведен к присяге главы государства. Но впервые за 24 года западные СМИ называют его диктатором. А некоторые издания так и вообще параноиком и сумасшедшим Владом. В этом году слово «впервые» вообще звучит небывало часто. Впервые снег на инаугурации и параде Победы. Впервые Запад не поздравляет Путина со вступлением в президентскую должность. И впервые сама церемония – это уже не инаугурация, а скорее коронация. Ну, царь, вздрогнули. Дежавю. Ощущение у человека того, что некое событие уже происходило с ним в прошлом. И вроде бы мы все это уже видели много раз. Словно герой Билла Мюрре в фильме «День сурка». Но вот детали этого события сильно отличались. Дело его похожим скорее на серию секретных материалов про повторяющийся понедельник Фокса Малдора. Кажется, что это все тот же Рамзан Кадыров. Но от былого главы Чечни не осталось и следа. И теперь он даже пальто не может снять самостоятельно. Кажется, что это все тот же блогер Медведев с женой Светланой. Но идут они теперь не за ручку, как было раньше. Все потому, что уже не живут вместе. Кажется, что это все та же инаугурация. Но ее главный герой уже не тот, что раньше. И даже ходит гораздо медленнее, чем в 2018. Все-таки годы берут свое. И как бы ты не хотел остаться президентом навечно, время думает по-иному. Вот и референт Путина сильно изменился. За шесть лет, прошедших с предыдущей инаугурации, у него, кажется, появились проблемы со зрением. Ну а что, никто из нас не молодеет. И даже московская погода и та против Путина. Впервые в истории инаугурация проходит в снегопад. Это вам не 2012-й, когда возвращению Путина пытались помешать несколько сотен протестующих на Никитском бульваре. Теперь против его президентства выступает само столичное небо. Залитые водой телевизионные камеры и мокрый Путин отныне навсегда в истории. Погода плачет от такого камбэка. Да что там погода, а печалена даже любимая ведущая Путина. Екатерина Андреева, комментировавшая инаугурации 2012-го и 2018-го годов. По Георгиевскому, Александровскому и Андреевскому залам Владимир Путин пройдет под звуки торжественного марша Петра Ильича Чайковского. В 2024-м Андрееву заменили на другую Екатерину, только более молодую. Теперь инаугурацию Путина комментирует ведущая Первого канала со звучной фамилией Березовская. Да еще как комментирует. Северокорейское телевидение может позавидовать. Ну и главная причина такого результата это в первую очередь консолидация общества, которая в условиях спецоперации, колоссального внешнего давления и попыток вмешательства во внутрироссийские дела сплотилась вокруг нашего национального лидера. Организаторы этого шоу пытались нас убедить, мол, все нормально. И снег в мае уже был, и глава Чечни здоров как бык. И вообще все в шоколаде. Проблема в том, что этот самый шоколад в России дорожает сейчас быстрее, чем путинский дворец в Геленджике. Интересно, сколько времени потребуется владельцу этого так называемого отеля, чтобы окупить одни только люстры в одном из многих помещений. И даже традиционный проезд путинского кортежа в этот раз показывали с близких ракурсов. Так, чтобы не было видно зачищенной для его величества Москвы. Но в какой-то момент на трансляцию все же попала традиционная столичная пробка. И пусть весь мир подождет. Это же не Путин в заторе стоит. У него свои правила и свои законы. Можно даже наглухо затонировать свой аурус, за что в России вообще-то предусмотрен штраф от 500 рублей и арест до 15 суток. Да и мемов с этой инаугурации мы так и не дождались. Это после прошлой появился легендарный широкий Путин. А сейчас никто даже не пытается сделать, ну, например, узкого деда. Вообще на нынешней инаугурации все было не так. Это могли понять даже зрители развлекательных каналов ТНТ и Пятница. Последний ради Путина прервал шоу «Четыре свадьбы». Купленное, кстати, по украинской лицензии. Хотя, как это прервал? Путин же, как известно, женат на России. А она все никак не может с ним развестись. Вот и слушает его застольные, ну, то есть престольные речи. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции. Всем, кто сражается за Отечество. Решимость непреклонно отстаивать свой выбор, свои ценности, свободу и национальные интересы России. В сложном мире, который стремительно меняется, мы должны быть самодостаточными и конкурентно способными. А вот зрители ЧГТРК «Грозный» этих речей не услышали. Телеканал Рамзана Кадырова отказался от показа путинской коронации. Ну и правильно, ведь в Чечне есть свой король, и конкуренты в телеэфире ему не нужны. Сам Путин больше не выходит к своим сторонникам, как в 2018-м. У него теперь один собеседник, он сам. Ну и патриарх Кирилл, проводящий помазание на царство. Злые языки и всякие иноагенты писали, мол, патриарх оговорился, назвав Путина вашим высочеством. Но это, конечно же, поклёб. И Кирилл сказал то, что у многих давно вертится на языке. Никакие выборы Путину больше не нужны, а то ещё будут шутить, что новый президент исправит все ошибки предыдущего. Хотя какие ошибки? Посмотрите на лица зрителей. Всё же чудовищно хорошо. Россия движется в правильном направлении. Ну, это если смотреть официальную трансляцию. Мы же решили сделать свою версию путинской иноагурации, максимально приближенную к реальности. Вот она, Россия 2024. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Все молодые. Дмитрий Медведев, впрочем, уже с бокалом, Михаил Касьянов. Еще до того, как стать премьером первого срока Путина, он вытаскивал ельцинскую экономику из последствий дефолта в должности главы Минфина. Тут Мила снимает вечеринку для домашнего фотоальбома. Никого, кроме временного престола-блюстителя, нынешнего замглавы Совбеза, на новой пятой инаугурации уже не увидеть. За четверть века Путин избавился от всех. Это праздник одиночества и демонстрация одиночества. Примета диктаторского режима. Диктатор остается один. Диктатор живет в постоянном страхе зависимости своей от людей, которыми он себя окружает. И в постоянном страхе того, что эти люди имеют какие-то другие неизвестные ему планы, о которых они не говорят, что, может быть, кто-то из них метит на его место, может быть, кто-то из них мечтает от него избавиться. В разные годы рядом с президентом то и дело попадались профессионалы. То Кудрин спасал, как мог, российский бюджет. На инаугурации его нет, хоть он и в России. То нынешние главные экономисты-оппозиционеры Андрей Иларионов и Сергей Алексашенко пытались направить курс страны в сторону Запада. Оба в Апале и в Вашингтоне. Тот же Иларионов весь первый срок был советником президента по экономике, но уволился в 2005-м после очередного витка закручивания гаек и откровенного воровства госактивов в пользу компании «Роснефть». Нам Иларионов напомнил о тех, с кем Путин распрощался первыми. Кто именно пригласил Путина на этот пост? И кто затем сделал все возможное для того, что Путин остался на этом посту и удержался? Этих людей трое. Валентин Юмашев, Татьяна Тиченко и третий Александр Волошин. И как мы знаем, у них было, если перечислить всех кандидатов, было около 20 кандидатов. То есть Путин был далеко не первым, Путин был 20-м в этом списке. На тех же кадрах из первого путинского штаба маячит Владислав Сурков, когда-то слышавший серым кардиналом Кремля. Интеллектуал с дьявольским душком, придумавший сам термин «суверенная демократия». Он писал тексты Агати Кристи, по его роману ставил в МХТ еще не изгнанный из России Кирилл Серебренников. Но и Суркова давно рядом нет. Видимо, уволен за ум. Спрос на него сегодня в России отсутствует. Даже Альфред Кох, один из ключевых политиков 90-х, после прихода Путина, разогнавший ради него НТВ в Германии. Мне кажется, что для Путина членом команды является человек по совокупности всяких качеств, фактов биографии и его личных с ним отношений, а вообще не от должности, которые он занимает. Был такой Черкесов, который в свое время в команде у Путина занимал большую роль, а до этого он был чуть ли не начальником ФСБ по Ленинграду. И потом, значит, вот он как-то там в коммунисты пошел, какие-то там статьи начал печатать, в общем, занял какую-то публичную позицию. Это, видимо, не понравилось Путину. И вот, и двинул. А так, он был достаточно близок к телу. Рядом остались лишь они, преданные люди в черном. Когда Путин в кампании Лукашенко вышел к народу 9 мая, можно было почетче разглядеть их лица. Вот будущие министры и губернаторы. Ну и вечный Шойгу. Этому все ни почем, лишь бы шаманил по расписанию. Шойгу-то откуда взялся? Все эти походы в тайгу, в какие-то таинственные шаманские места с привязыванием тряпочек и веревочек. Мы этих анекдотов и этих болезненных симптомов будем видеть все больше и больше. Это все тоже часть этого же самого процесса. Такого вырождения людей вокруг диктатора. В этом году на инаугурации была и еще одна новая деталь. Да еще какая. Дебют на церемонии случился у гимнастки и предполагаемой любовницы Путина Алины Кабаевой. Она впервые за 24 года пришла на коронацию хозяина Кремля. И там же дала небольшое интервью. Мне кажется, что спортсмены тот же воин. Если руководство скажет ехать, нужно ехать. Если руководство скажет, что уедет, конечно, нужно не ехать. Но на этом бенефис Кабаевой не закончился. 9 мая сразу несколько каналов субхолдинга «Матч» показали фестиваль художественной гимнастики «Алина». Но не этого, а 2022 года. Причем мероприятие шло не только по «Матч ТВ», но и по бочным каналам вроде «Матч страна» и «Матч планета». Ну, оно и понятно. Ведь Кабаева – это и есть Россия. Ну, а для Путина она вообще целая планета. Ну, по крайней мере, была ей когда-то. Но на параде победы гимнастка замечена не была. Вместо нее трибуны заняли ветераны. Ветераны пропаганды. Вроде Владимира Соловьева. По традиции открывает прохождение техники легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34. Легендарный и единственный. Уже второй год подряд на 9 мая на Красной площади не видно ни широко разрекламированного танка «Армата», ни его предшественников Т-72 и Т-90. Нет и иных современных образцов. БМП «Курганец» или самоходки «Коалиция СВ». В 2022-м, когда российская армия уже проиграла «Блицкриг» под Киевом, но война еще не стала затяжной, всю эту технику с гордостью показывали на параде. На Красной площади колонна современной бронетехники сухопутных войск в составе танков Т-90М «Прорыв» и нового поколения танков Т-14 «Армата». Но за два года войны ни «Армата», ни другие модели новейшей техники на фронте так и не появились. Зато туда стали отправлять снятые с хранения танки Т-64 и даже Т-55, которые выпускали в СССР больше, чем полвека назад. «Всем передаю привет. Лежу в разрыве. Экипаж мой самый лежит, отдыхает. Слава России!» «Все, слава России, базара нет. Это мой танк горит. Воздушную часть парада в предыдущие два года войны отменяли официально из-за нелетной погоды. В этом году зрители ее увидели, но в сильно сокращенном варианте. Всего 15 самолетов, тогда как в 21-м ВКС показали целых 75 единиц. Источники говорят, что организаторы парада боялись украинских дронов, которые могли спровоцировать авиакатастрофу прямо над первым лицом государства. В прошлом году за шесть дней до парада два украинских беспилотника долетели до Кремля и взорвались прямо над куполом Сенатского дворца. Общее количество техники, показанной в 24-м году, почти втрое меньше, чем в предвоенном 21-м. А режиссура тоже хромает. Если присмотреться к кадрам трансляции Парада Победы, можно заметить, что часть из них была записана заранее. Вот темное небо непосредственно в День Победы, 9 мая. А вот уже облака, снятые во время, очевидно, репетиции. Благодаря мудрым действиям Владимира Владимировича Россия потеряла не только военную технику, но и ежегодное майское событие, обсуждаемое и осуждаемое, не меньше, чем тот самый военный парад. Уже третий год подряд конкурс Евровидения проходит без участия России. При этом в финале в этом году выступили аж шесть бывших советских республик, среди которых все страны Балтии. Но российская пропаганда заявляет, мол, нам плевать на это ваше Евровидение. Ну да, настолько плевать, что агентство Маргариты Симоньян чуть ли не каждый день публикует тексты про этот конкурс. В общем, я бежала за вами аж до самого Мальмио, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Но от биологии, конечно, не скрыться. И Путин понимает, что время работает против него. А потому с возрастом становится все больше помешан на собственном здоровье. Известно, что еще в 2019 году дочь Путина Мария Воронцова стала акционером проекта «Намека», который ищет лекарства от рака. Медициной занимается и его вторая дочь Екатерина Тихонова. Но главный вопрос – удастся ли путинским наследницам найти эликсир вечной молодости и продлить его жизнь, если не до ста, то хотя бы до 90 лет? Старый врач, пользуясь давними приятельскими отношениями, сказал ему напрямик. «Пора отдавать концы, мой генерал. Во всяком случае, самое время подумать, кому вы отдадите бразды правления. Нельзя же покидать нас с сиротами на произвол судьбы». Но тот удивленно спросил. «Откуда вы взяли, что я собираюсь умирать, мой дорогой доктор? Что за фигня? Пусть умирают другие, мне не к спеху». И кончил шутливо. «Позавчера вечером я видел самого себя по телевизору и нашел, что выгляжу лучше, чем когда-либо. Просто бык для кориды». Позировать перед телекамерами с голым торсом, строя из себя юного атлета, Путин может сколько угодно, но правду не спрятать. Он помешан на собственном здоровье. Издание «Проект» еще два года назад доказало, что в поездках президента сопровождает бригада врачей из 13 человек. Среди них есть инфекционист, нейрохирург, физиотерапевт, онколог, лор, реаниматолог и даже дерматовенеролог. То, что команда врачей большая, говорит только об одном, что он никому не верит, вот и все. Он не может верить одному семейному доктору, как это бывает в приличных странах и у приличных людей. Он не может верить двум докторам семейным. Ему нужен целая когорта нужна врачей разных специальностей. И, в принципе, наверное, кто-то резюмирует потом это все для него. Вполне возможно, что кто-то из его дочерей. Конечно, Путин не единственный диктатор, ищущий источник вечной молодости. Ими полон весь 20 век. В возрасте 65 лет глава Северной Кореи Ким Ир Сен собрал лучших медиков страны, задачей которых было продление жизни диктатора до 120 лет. А при Николае Чаушеску в Румынии был создан институт гириатрии. Это раздел медицины, который занимается проблемами старения. Там искали якобы омолаживающий препарат Джировитал. По слухам, он возвращал цвет волосам и делал тело более гибким. Но ни одному из диктаторов обхитрить смерть так и не удалось. Ким Ир Сен умер в возрасте 82 лет, а Чаушеску вообще был расстрелян. Я не хочу говорить, что Путин будет жить вечно. Но, господа, в настоящее время в развитых странах, мы с вами можем вот это понаблюдать, где-то отметка около 90 лет является вот таким вот, ну, окончательным отсечением. А подонку сейчас 72, насколько я так понимаю. 20 лет мы еще готовы терпеть. Вы еще готовы терпеть. Но тут еще один есть нюанс. Ведь мы сегодня говорим, в 24-м году, что 90 лет будет рубежом. А через 20 лет, в 44-м году, вполне возможно, что это будет уже 100 лет. Поиски вечной молодости для тирана не прекращаются. Еще в 19-м году стоимость медицинского проекта «Намека», который занимается борьбой с раком и курируется Марии Воронцовой, оценивалась в 40 миллиардов рублей. А в 21-м году Игорь Сечин заявил, что «Роснефть» потратит еще 22,5 миллиарда на создание базы геномов 100 тысяч россиян. Сейчас для Владимира Путина главная задача – это дожить в целости и сохранности по возможности здоровым и дееспособным до 2036 года. Вот его приоритет, а вовсе не выбор преемника. Поэтому для него на переднем плане, в приоритетном порядке, конечно, генетические технологии, которыми занимаются его дочери и ближайшие соратники, включая Игоря Ивановича Сечина, которые позволили бы ему поддерживать боевую форму сколь угодно долго. На сегодня все. Если вы смотрите нас в Ютубе и при этом находитесь в безопасности, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Это займет всего одну секунду, но очень поможет в его распространении. А в комментариях напишите, чего вы ждете от следующих шести лет. Это был проект «Можем объяснить». Меня зовут Илья Давлячин. Иноагентами можно сделать всех россиян, но правду все равно не спрячешь. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!